Всем привет! В этом видео я вам расскажу не просто об инвестициях, а об настоящей инвестиционной бомбе. Не побоюсь этого выражения. Нахожусь сейчас в Домодедово, прилетел здесь в Москву по делам на несколько дней. И досмотрите видео до конца, там будет несколько инсайдов и, конечно же, самое главное, вот эта вся тема про инвестиционную бомбу. То, что мы предлагаем сейчас своим инвесторам. Смотрим! Друзья, всем привет! Еще раз Павел Морозов, Сочи, агентство движения СССР. Хотел пару слов сказать о взаимодействии с вами. Смотрите, друзья, мне до сих пор пишут люди, которые хотят купить какие-то предложения из тех, о которых я говорю у себя на канале. Поймите, друзья, все те предложения, которые я публикую у себя на канале, это не горячие предложения, это не срочные предложения. Это сверхгорячие, сверхсрочные, это огненные предложения, которые уходят, особенно сейчас в условиях дефицита нормальной недвижимости, уходят не то, что в течение дня или двух-трех дней, а они уходят в течение часа. Вот так, понимаете? Дело в том, что у меня в работе порядка полутора тысяч клиентов, и реакция происходит моментальная, реально. То есть я вас, еще раз говорю, я вас в заблуждение не ввожу, поэтому просто будьте, я вам просто говорю ситуацию, вы на меня не обижайтесь, когда я пишу, уже продано. Вы не думайте, что этой квартиры не существовало и так далее. Все эти квартиры есть. И квартира в Кросслофте со 2355, и квартира в Виолетте в пятом за 4 миллиона, она существовала, да, ее просто купили, понимаете? Вот в чем смысл. Вот вчера появилась квартира в Богатыре за 6,5 миллионов, ее тоже купили, все. Вчера я просто, мы позвонили клиенту своему, и все, он ее сразу забрал. Вот как это работает. Да даже еще люди начали потом звонить, а все, ее уже нет, понимаете? Вот такая ситуация. Поэтому без обид, но тут, как говорится, ситуация складывается таким образом, что в условиях существующего дефицита недвижимости в Сочи, эти предложения просто-напросто не задерживаются. Ладно, переходим к следующей теме. Друзья, по поводу инвестиционной бомбы. Что мы придумали? Друзья, мы сейчас занимаемся строительством домов. Купили несколько участков, за несколько дали задатки, и приглашаем к сотрудничеству инвесторов на разных условиях. Я об этом говорил в предыдущих роликах. То есть, либо по 3% в месяц просто можем взять сумму до 5 миллионов рублей. Нам это, в принципе, очень выгодно. То есть, нам выгоднее взять по 3% в месяц и не делиться всей прибылью с вами, потому что по итогу года это примерно 36% годовых нужно будет отдать с вашей суммы. А реально доходность в строительном бизнесе в Сочи на данный момент достигает 120-150-200% годовых, особенно если есть офигенная идея, о которой я сейчас вам расскажу. Так вот, смотрите, поэтому до 5 миллионов мы даже не связываемся, только по 3% берем. С выше 5 мы можем рассмотреть раздел прибыли 60 на 40. То есть, вот по итогу года, например, доходность составит от проекта после продажи дома, например, 120%, вот 60% от 120 – это ваши деньги. Соответственно, это будет где-то порядка, ну, грубо говоря, там 12 умножить на 6, это сколько там, 72% там, процента. Вот вы себе заберете. 72, там, может 70, 80, 90% в зависимости от итоговой доходности проекта, за вычетом всех расходов и так далее и тому подобное. Это понятно. Оформляем все, подгрузаем с залогом обеспечением приобретаемого участка, то есть, все прозрачно, без каких-либо подстав, все предельно просто. В случае чего у вас остается кусочек участка, который вы можете продать и вернуть деньги с прибылью, потому что там будут стоять дома, то есть, и инфраструктура. В чем заключается гениальность идеи? Друзья, сейчас рынок Сочи, ну, во-первых, уже вы, наверное, видите, что все ударились в стройку домов. И сейчас и здесь будет дефицит хороших предложений, только по конским ценам. Но мы шагаем дальше, мы строим не просто дома, мы будем строить дуплексы. Это дома в стиле шале на два хозяина с смежной стеной. Будем брать разрешение строительства на 300 квадратных метров по 150 в два этажа и подземный гараж. Ну, либо гараж около дома, мы это еще, как бы, этот момент обсуждаем. Это реально гениально, почему? Объясню. Во-первых, мы экономим место, экономим место, да. То есть, на одном участке, вот себестоимость участка достаточно выросла, то есть, сейчас уже дешевле полтора миллиона за сотку, нормальный участок очень тяжело купить, очень тяжело. И мы что делаем? Мы берем, ну, к примеру, по полтора миллиона за сотку, и у нас, ну, мы строим дом, например, да. Если мы строим один дом, чтобы нам выгодно его продать и заработать 100-150% годовых, нам нужно продать его за 40, там, 35-40-45 миллионов рублей. Это можно сделать в теории с агрессивным маркетингом и так далее, но зачем идти по пути наибольшего сопротивления? Нужно идти по пути наименьшему сопротивлению. Что мы делаем? Мы берем, строим дуплексы в 10 минутах от моря, в 5 минутах езды от сотой школы, там, от Олимпарка и так далее. Для чего? Для того, чтобы себестоимость вот этого дуплекса, то есть, одна вторая вот эта стоимость, то есть, стоимость одной второй дуплекса, то есть, половина дома, составила примерно, ну, не дороже 20, там, 3-25 миллионов рублей. То есть, составила конкуренцию, чему? Конкуренцию квартирам в, например, ЖК-фрукты или, там, урожайном или в других комплексах, понимаете? То сейчас, вот, чтобы вы понимали, а человек приезжает, у него, там, допустим, там, 15-17 миллионов, да? И он такой, а что купить? А купить-то нечего, друзья, нечего. На данный момент реально за 20 миллионов вы сможете купить только двушку, там, 50 квадратов. 70 квадратов будет стоить 24-25 миллионов. Это реальность, друзья. К сожалению, это, как вам сказать, я это не создаю, можно к этому как угодно относиться, хорошо это или плохо, но наша с вами главная задача понимать, как можно в этой ситуации извлекать максимальную прибыль, а я вам подсказываю, как. Таким образом, у нас себестоимость, себестоимость разработки участка одного с учетом озеленения, ландшафта, дороги и так далее, и строительство дома садится нам примерно в те же, там, 20-25 миллионов, а продаем мы это все за 45-50 миллионов, минимум 100% годовых, это если мы цикл на год закладываем, а если мы делаем это раньше, то, соответственно, увеличиваем оборачиваемость и увеличиваем процент доходности в годовых. Ну, понимаете, да, то есть, если мы получили, например, прибыль 100% за год, это 100% в годовых, а если мы получили прибыль 100% за полгода, это 200% в годовых. Ну, я думаю, это объяснять не надо, вы все считать умеете и так далее. Так вот, у нас, конечно, я не боюсь об этом рассказывать вот так вот на всеобщее обозрение, почему? Первая причина, это то, что кроме идеи, это еще нужно реализовать, да, не у всех это получится. Второе, кроме идеи дуплекса, еще есть куча нюансов по инфраструктуре, по ландшафту, по видам, по участкам, по деталям, вот, казалось бы, по мелочам, но этого ни у кого нет, это есть только у нас и у наших инвесторов. наших партнеров, поэтому я могу смело рассказывать о своих идеях и мне ничего, ни капли не жалко, зарабатывайте, пытайтесь, пожалуйста, только вперед, как говорится, и наши инвесторы тоже будут зарабатывать. Что хотел сказать, смотрите, эта схема будет в приоритете еще, ну, то есть, дома актуальны, да, даже по 30-40 миллионов, их покупают, даже в Шиловке по 35 миллионов дома покупают, вот, в Олимпарке по 150-200 миллионов дома покупают, но мы шагнули дальше, мы шагнули еще в более ликвидный, нырнули в более ликвидный сегмент, это дуплексы, друзья. Ну, представьте, у вас, допустим, 150 квадратных метров, да, дом, плюс гараж, то есть, это три спальни, кухня-гостиная, там, два санузла, стиль шале, вид на горы, о всех деталях не буду рассказывать, потому что, ну, это уже такие, уже фишечки, как говорится, ну, такие мелочи, которые, казалось бы, не имеют решающего значения, но на самом деле мелочи, друзья, решают все. Поэтому все остальное только в рамках работы с нашим проектом, вот, пишите, звоните, просто ситуация на рынке недвижимости складывается таким образом, что сейчас, да, выберут остальные вот эти жилые помещения, апарты по нормальным ценам, и все, все. Эксперты заявляют о том, что на рынке недвижимости в Сочи к середине лета будет резкий дефицит, то есть, ноль предложений, или к осени, ноль предложений, друзья, ноль. Вы думаете, что в Сочи перестанут ехать? В Сочи с каждым годом поток увеличивается на 20-30% от предыдущего, то есть, если мы берем 5 лет назад, как люди ехали, то сейчас это там в 4-5 раз больше едут, и так с каждым годом, друзья, понимаете? Понимаете? То есть, здесь нужно просто think about, что называется, как это правильно все сделать, что нужно людям, а мы знаем, что нужно людям, и поверьте мне, в наших коттеджных поселках, в Шиловке, в начале Шиловки, то есть, на Гуляно, где панорамный вид на горы и 10 минут до моря, до сотой школы, там, 5 минут на машине, в Олимпарке, ну, и в других местах, также в Красной Воле, мы реализуем все просто наилучшим образом, просто только вперед. Поэтому, друзья, пишите, звоните, кому это интересно, кто хочет вкладывать деньги, потому что вкладывать деньги и зарабатывать на недвижимость в Сочи скоро будет, ну, для большинства недоступно. Ну, ладно, что это мы огрустно? Просто поймите, если вы не уйдете сейчас, если вы не уйдете сюда сейчас, то, скорее всего, вы не уйдете уже больше сюда никогда, вот и все. У нас, конечно, будут проекты, вы к нам всегда сможете войти, но я имею в виду, что лучше раньше начинать, понятное дело. Зачем просыпать вспышку? Ну, да ладно. Что еще хотел сказать? Многие пишут сейчас вот по ипотекам, я еще раз просто хотел сказать, друзья, ипотеки, ипотеки. Сейчас нет, я вам официально заявляю, сейчас нет ни одного предложения в городе Сочи, которое было бы выгодно для приобретения в ипотеку. Ни одного. Просто, просто-напросто. Все, что вы можете сейчас купить в ипотеку, это по вот таким вот ценам раздутая, перегретая недвижимость, понимаете? Хотите купить абсурд? Только вперед. Но таким образом вы распишетесь, собственно, некомпетентности, а если сказать прямо, собственно, неадекватности. Вот. Мне пишут там, а вот у меня есть ипотека, что купить? Да ничего вы сейчас не можете купить. Ну, поймите, жилые комплексы сейчас стартуют от 300, там, 250-300 тысяч на котловане. Да, там есть ипотека с господдержкой. Но рядом дома по 200-250 не продаются. Старый фонд не продается, понимаете? Вы что, думаете серьезно? Через три года вы три года будете платить ипотеку и... А я за... работаю. Нормально вообще. Кто вам это сказал? Это развод. Не буду повторяться. Просто не надо, друзья, совершать ошибок. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайки, потому что в следующих видео огромное количество полезной информации. Вот такой вот кластер того, чего вы не знали о Сочи. В том числе про эскроу-счета, что они вас ничего не защищают и так далее, и тому подобное. Я вам такую кроличную на руку покажу. Вы... Вы удивитесь, мягко говоря. Всем хорошего дня, друзья. С вами был Павел Морозов в Сочи, агентство движимости СССР. Удачи по жизни, хорошее настроение. Вообще всего вообще самого наилучшего. То больше денег вам и вашим близким и здоровья. Всем пока. Друзья мои, пока сижу и жду такси, чуть не забыл самое главное. То есть, ну, помимо того, как нужно зарабатывать теперь в этих условиях, я вам об этом уже рассказал, появилась одна очень горячая квартира в Кросслофт-парке по цене 3 800. 25,5 квадратных метров с придомовой территорией, в первую очередь, которая сдается уже к концу лета. Документы уже попадали на раздел. Все дома зарегистрированы и сейчас документы сданы на раздел. Вот. Поэтому, если вам интересна быстрая доходность за 4-6, там максимум 8 месяцев, вот, пожалуйста, это тот вариант, который позволит вам из 3 800. Я думаю, там даже из-за того, что сделка идет встречная, есть срочность, может быть, даже 3 700 можно договориться и человек за 3 700 отдаст. 25,5 квадратных метров. Получается, по цене даже ниже, чем будет вот старт продаж, я думаю, в 8-ом корпусе, потому что он будет 1 июля. Там будет примерно такие же цены, то есть, то 45-150 тысяч за квадратный метр. Здесь, в первую очередь, вы можете купить сейчас и через буквально там 4-6 месяцев заработать. Рыночная стоимость этой квартиры будет с документом где-то 5200-5500. Вот. Придомовая территория, угловая, большая студия, 25,5 квадратных метров, ну, по меркам крослофта, конечно. Вид на лес со своей территории. Комната, окно в кухне и выход, панорамный выход с панорамным остеклением на придомовую территорию. Юго-восточная страна. В общем, отличный вариант вот такой. Человек готов продать срочно, потому что заходит другой проект. Если кому-то интересно, пишите, звоните. Это, я думаю, тоже срок жизни этого предложения, несколько дней максимум. Теперь точно все. Продолжение следует...